Привет! Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в контексте оптимизации трудовых отношений. И, конечно же, как очень часто бывает, когда мы слышим слово «оптимизация», мы знаем, что ничего хорошего нам ждать не приходится. И, скорее всего, где-то кого-то будут сокращать. Собственно говоря, так произошло и с этим законом. И сейчас мы разберемся с тем, какие же новые основания для увольнения будут работать уже в ближайшее время. Текст у этого законопроекта, ну а точнее говоря, уже закона, он уже вот-вот наберет законную силу. Итак, первое, что изменили, это статью 36 Кодекса Законов о труде. И туда добавили вот такое основание для увольнения. Витсутность противника на работе, та информации про причины такой витсутности понад 4 месяца поспель. Вполне нормальная норма, на мой взгляд, которая отвечает сегодняшним реалиям, потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то с начала войны сразу же в панике уехал из страны. Да, кто-то в рамках страны переместился и сегодня не может работать и потерял некую связь с работодателем. И, конечно же, для работодателя это проблема, да, такой работник у него завис и непонятно, что делать с этим человеком. Теперь, соответственно, у работодателя появится возможность такого человека на законных основаниях уволить. И, в принципе, эта норма вряд ли будет ухудшать положение работника, потому что если человека 4 месяца нет на работе, ну, скорее всего, она ему уже не очень-то и нужна. Да, ну, может, она и нужна, но просто так сложились жизненные обстоятельства, что она либо не нужна, либо просто нет у него физической возможности пребывать на этой работе. Больший интерес представляет следующая норма, которую предлагают внести, ну, по сути, внесли уже в 41-ю статью Кодекса Законов Украины. Речь идет о такой норме, которая предусматривает возможность уволить работника в связи с неможливостью забезпечения працівника работой, визначеною трудовым договором, у связи с знищением, отсутствием виробничих, организационных и технических умов, засоби выробництва або майна роботодавця внаследок боевых дей. И на первый взгляд эта норма тоже вполне целесообразная, логичная, понятная, да, то есть если предприятие уничтожено, если оно попало под обстрел и, по сути, все, предприятия фактически нет, да, все имущество разрушено, там, средства производства тоже разрушены, уничтожены, то вопрос увольнения работников, понятно, тоже должен как-то решаться, потому что предприятие, ну все, уже по факту не работает, восстановить его деятельность невозможно, и вот эта норма дает возможность закрыть этот вопрос, если бы не одно «но». И вот это «но» я вижу в слове организационных условий, потому что, безусловно, мы можем проверить, что произошло уничтожение, да, либо там повреждены коммуникации, нет возможности работать предприятию, мы все можем проверить за исключением вот этих самых организационных условий. Вот здесь я вижу пространство для маневра, а если быть точнее, для злоупотребления со стороны работодателя, который будет использовать эту норму просто для увольнения неугодных. Вот это я ощущаю, прям вот понимаю, что это будет использоваться и будет использоваться повсеместно. И на сегодняшний день абсолютно непонятно, каким образом пойдет судебная практика, как она будет в этих случаях защищать интересы работника, ведь мы с вами прекрасно поднимаем, что под организационные условия можно подтянуть да все, что угодно, все, что вам нравится там. Пропали контракты, кто-то у нас уволился, да, а вдруг у нас был какой-то организатор и он у нас уволился и теперь организовывать некому и мы тебя за это увольняем. Либо просто, ну, у нас просела экономическая деятельность, да, уменьшилось в целом количество заказов, что естественно. И это мы будем использовать как основание для увольнения работника, безусловно. И понятно, что в одних случаях это будет вполне обоснованно, но тем не менее, я более чем уверен, что здесь мы столкнемся, безусловно, со злоупотреблениями. Как с ними бороться на сегодняшний день пока непонятно. Друзья, что здесь хочется сказать? Ну, к сожалению, такое грустное, наверное, видео, потому что для работников здесь нет ничего хорошего. Это значит, что нас смогут увольнять, а я тоже являюсь работником предприятия государственного. И я понимаю, что как работника вот в связи с такой нормой меня можно уволить легко и непринужденно. И ничего, к сожалению, с этим, скорее всего, не поделаешь. Но здесь во многом будет зависеть все от позиции судов. И если суды станут на сторону работников, будут проверять. И действительно работодателю нужно будет доказывать, что у него произошло вот это изменение организационных условий. Была реальная причина увольнения работника. Если суды будут это действительно проверять, то, возможно, не все так плохо, как кажется. Друзья, если вы считаете, что данное видео полезно, то поставьте ему лайк, поделитесь им, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!